Друзья, я плыл на корабле и потерпел крушение на острове вместе с нашей командой. И теперь на этом острове нам нужно будет построить свой город и выживать в игре под названием Pirates Journey. Ну а меня зовут Перпетум Иллижай Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И наша команда уже построила небольшое укрепление, там есть несколько домов и небольшая стена. Я этого не делал, вот я запустил игру и сразу вот так оно. Ну давайте прежде чем мы отправимся к нашей команде, соберем ресурсы, которые остались на корабле. Например, устрицы, это полезно, это вкусно, деликатес, но это не те ресурсы, которые были на корабле. Корабль наш буквально расколола надвое, так нужно подняться наверх и посмотреть, что тут есть. Еще устрицы, в ящиках что-то лежит, нет, опа, пистолет кремниевый, это пригодится. План строительства тоже пригодится. Яблоки, порох, боеприпасы, овощи, фрукты, арбузы. Шикарно все это, нам нужно бутылки с водой, потому что непонятно есть пресная вода на острове или нет. И банан, лук, шикарно, монеты золотые. Супер, вроде бы все собрали так с большего. И больше всего нам пригодится пистолет. Почему? Потому что на острове есть и другие жители, и возможно они не очень будут рады соседству с пиратами. Потому что, ну, мы все-таки играем за пиратов. Ну и друзья, если вам понравится этот видос или вы захотите поддержать меня, вы можете это сделать с помощью лайков. Я буду вам очень благодарен. Ну, если вы поставите лайк. Так, морских ежей. Ну, кто-то их ест, но я бы, честно, есть морских ежей, наверное, я бы не стал. Потому что, ну, они выглядят как-то не очень аппетитно. Ну и к тому же они живые. Так, соберем немного растительных волокон. Для крафта, думаю, они пригодятся. Тут у нас что? Ветки, палки. Пока движемся в сторону поселения, все это добро собираем. Все это нам нужно. Вроде бы больше так... Нет, 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 грибы. Выглядит несъедобно. Есть их? Я не буду. Так, соберем еще немного волокон. И давайте двигаться в сторону форта. А, нам нужно собрать 4 растительных волокна, да? И сделать веревку по заданию. Но я хочу посмотреть, как выглядит наш форт. Что у нас вообще имеется? С чем нам придется работать? Ну, землю уже, ребята, расчистили. Посмотрите, кто-то рубит древесину. Дружище, ты рубишь не дерево. Дерево чуть дальше. Плотник, отлично. Есть еще два дома, но их никто не населяет. Есть какие-то грядки. Куча веток. И это наша база, да? Мой лагерь открыть. О, тут можно будет что-то хранить. Изумительно. Но нам нужно собрать волокно. Все, собрал побольше. Давайте откроем инвентарь, крафтинг и сделаем веревку. Почему-то не написано, сколько я смогу веревки сделать. Но одну мы сделали. Это уже здорово. Теперь каменный топор. Для этого у нас все есть. То есть написано, что нам нужно. И оно отмечено красным. Но обычно красным отмечается, когда у тебя чего-то нет. Поэтому такое дело. Идите в хат и вызовите команду. Хат это, ну, наверное, дом. Ну, вызов команды. Пришел новый. Отлично. Дружи... Вован! 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 Вовчик! Вот ты где! А что мне теперь с тобой делать? Нажмите на картофельной ферме и назначьте его фермером. Володя, ты будешь у нас теперь добывать ресурсы? Выращивать картошку? Вовчик, вот же ты где! Я все думал, когда же ты придешь? Вот ты! Так, дальше нам нужно построить колодец. Потому что ребятки захотят пить. А на необитаемом острове не факт, что есть источники пресной воды. Хотя вроде как должны быть. Крафтинг, повязка, рюкзак, костер, хижина, колодец с водой. Нужна древесина и камень. Пока Вовчик у нас добывает картошку, выращивает, я пойду поищу камень. Камень у нас порох. Ага, камня у нас всего лишь два. Нужно 10 древесины, 10 камня. Мне вот что интересно, можно ли будет Володю, например, отправить добывать древесину? Это было бы неплохо, потому что вручную бегать, собирать, конечно, можно. Но было бы лучше, если бы этим занялись наши ребята. Кстати, вот куча волокна. Почему я его не заметил? Древесина, 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 древесина. Пара взмахов топором и полный инвентарь древесины при нём. Ну, при мне, получается. Чё-то, по-моему, никак на неё не влияют удары. А. Всё? Выработка прошла полностью, да? Больше не добывается. Давайте следующую пальму попробуем побить. Вот. Совсем другое дело. Древесины я могу утащить много. Почему она не исчезает после... Оп, вот это свалилось. А, и это исчезло, смотрите. Ха-ха. Просто забаговалось, видимо, маленько. Может, её на какие-то доски получится разрубить, нет? Нет, это так не работает. Хорошо, тогда соберём ещё камня. Вот и в задании есть. Постройте кузницу. Ой, дождь пошёл. Э-э-э, тропические дожди, это то ещё веселье. Они могут идти месяцами. Постоянная сырость, слякоть. Э-э-э. Всякая живность, жуки, пауки. Так. Ребятки, сейчас у вас будет здесь колодец с водой. Десять, восемь, семь, шесть. Сейчас туда-сюда. И четыре, три, два, один. И бам, колодец готов. Как его теперь разместить, тащить? Место. Вот, отлично. Колодец, ну, я думаю, должен стоять в центре. Обычно всегда колодцы стоят в центре. Повернуть его можно? Ну, вот так. Нормально. Напиток. Отлично. Попили воды. Теперь нужно построить кузницу. Но я не совсем понял, как его повернуть. И у меня лицо почему-то залито дождем. Не очень удобно. Так, кузница. Что нам нужно? 50 древесины, веревка, картофель. Володька, ты там это по картошке что? Подожди. А для чего картошка при строительстве кузницы? Я понимаю, конечно, картошка это дело хорошее. Но... Зачем? Как это? Ну, видимо, чтоб рабочие ели пока строят. Я не знаю. Картофель подобрать. Ой. Чё-то немного ты картофеля вырастил, Вов. Я ожидал от тебя гораздо большего. Древесина у нас 18. А нужно 50. Вова. Давай, бери себя в руки и быстрее добывай картошку. Она нужна для развития, для эволюции. Если в деревне не будет картошки, мы не сможем выжить. Картошка это очень сытная, полезная пища. Можно сказать, что это база. Можно, в принципе, жить на одной картошке. Я бы жил. Обожаю картошку. Да все любят картошку. Жареную, вареную, печеную, в любом виде, в любом состоянии. Сырую только нет. Хотя у меня был в детстве друг, который любил почистить картошку и есть сырую. Это, конечно, странно, вы скажете, да. И я скажу, да, это правда странно. Я пробовал, но не, не зашло. Ну, она съедобная и сырой. Это все-таки корень. Так, древесина у нас 55. Больше, чем нужно. Давайте возведем кузницу теперь. Кузницу мы поставим. Ну, наверное, раз тут жилые дома, производственные будут там. Только у нас Вовчик почему-то работать отказывается. Вова, ты вырастил только три картошки. Нужно больше. Пойду пока подобываю еще немного древесины на будущее. Пока Вовчик не сделает то, что от него требуется. Меня, знаете, что, друзья, очень радует, что топор бессмертный в этой игре, если так можно выразиться. Потому что не знаю, зачем разработчики это делают. Но меня всегда дико бесит, когда ломается инструмент. Топоры там или кирки. Просто невероятно бесит и напрягает. Вообще. Ну, это не механика, которая просто бесит. Зачем делать все это ломающимся? Какой-то в этом смысл есть, но я вот не понимаю этого смысла. Так, еще одну картошку вырастил. А нам нужны еще две. Вова, ты очень медленно работаешь. Камень возьму. Нам бы второго фермера. Вообще, персонаж начинает потихоньку голодать. И я бы съел картошку, но боюсь, тогда не смогу построить кузницу. И голодает он довольно быстро. Нам нужен источник бесконечной еды. Вова, спасибо тебе за последнюю картофелину. Теперь мы сделаем кузницу. Кузница, иди сюда. Так, кузнец. Постройте кузницу. Ну, получается... Травник, хижина. Ну, к самой кузнице нет, есть кузнец. Получается, это то, что нам нужно, да? Давай. А чего не хватает? А, веревки еще одной. Понял, 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 понял. Нужна еще одна веревка. Так, теперь должно хватать кузнец. Вот оно. До чего не хватает? Картофеля пять. Веревки две. Чего я был уверен, что три? Вот дела. Я был уверен, что три веревки. Я вроде делал. Ну, все, кузнец. Ура. Двенадцать секунд. Через десять секунд уже у нас будет кузнец. Восемь секунд остается до его прибытия. Пять секунд, и он уже тут как тут. Три секунды мы его увидим. Одна. И... Вот она, кузница. Место. Так. А. Поворачивать ее как... Ну, нельзя. Ты сам поворачиваешься вместе с постройкой, получается. Я думаю, вот сюда на пустырь мы ее и поставим. Вот это отличное место. Вот так. Шикарно, друзья. У нас есть кузница. Внутри кузницы у нас ничего. Кузнец открыть. Можно крафтить штуки. Монеты, боеприпасы, ржавый топор металлический. Вау. Так. Кузнец. Угу. Только вот проблема в том, что кузнеца-то у нас нет. Крафтинг, инверторизация, крафт. Включить, выключить. Как мне кузнеца-то сюда назначить? Вот в чем вопрос. А. У нас есть одно жилое помещение, в котором никто не живет. Так. Призвали нового чувака. Зовут его Кейдж. Не Вова, конечно. Но тоже нормально. Давайте попьем воды. Что, все? Вот еще. И его нужно назначить. Воп. Смотрите-ка. Кузнец появился. Левент его зовут почему-то. А я думал, будет Кейдж. Мистер Кузнец. Работай на наковальне. Ну, а нам нужно построить плавильный цех. Видимо, для того, чтобы делать штуки. Опять пошел дождь. Плавильный цех. Требуется 40 древесины, камень, картофель. Опять картофель. Так. Нам картофеля недостаточно. Нам нужно назначить еще одного. Выращивать картошку. Вовчик молодец. Без всяких сомнений. Но один он не справляется. Кейдж, ты теперь тоже фермер. Ну, а как ты думал? Братишка Кейдж. Теперь тоже придется выращивать картофан. Так. А как мне... Сохранюсь. Как мне интересно, друзья, менять профессии нашим жителям. Не до конца понимаю. Все. Игра сохранена. А, вот. Вкладка экипаж. Картофельный фермер. Кузнец. Плотник. Еще один картофельный фермер. Могу ли я картошку есть сырой? О, буханка хлеба. Вообще почти не восстановила голод. О, картошка побольше. Вот другое дело. Авокадо. Почему я съел буханку хлеба и толком не наелся? Кокосы. Благо у нас их много. Ты че? Э, Кейдж! Картошку давай выращивай. Ты чего? Прохлаждаешься. А сколько стоит дом жителя, чтобы я мог еще назначить одного? Давайте построим дом. И у нас будет сразу три фермера в три раза больше картошки. Ну, это же отлично. Это же отлично. С едой у нас, правда, пока проблемы. Место. Не понял? Место. Оп. Теперь понял. Дом будет стоять рядом. С другими фермерами. И там пришел новый. Отлично. И он будет добывать картошку. Во! Все. Три фермы картофельные. Идеально. У нас уже довольно много жителей. Все заняты своим делом. Но мне интересно, чем занят наш кузнец. Пока мы ничем не заняты сами. Плавильный цех. Древесина, веревка, камень. Камня нет. Угу. Древесины, в принципе, почти хватает. Мне бы камень как-то добывать, не собирая его, а как бы вот так. Не получается, смотри. Железо есть. Это уголь. Мне бы хоть какую-то кирку скрафтить. Хоть каменную, блин. Каменный топор. Во! Во-во-во-во-во. Каменная кирка. Палка, камень, веревка. Камень есть. Палки тоже. А вот с веревками проблемы. Нужно найти волокна. Все. Волокна есть. Делаем каменную кирку. И не придется далеко бегать. Я-то думал, а где взять кирку? А вот же она. Вот же она, каменная. Я просто не на ту смотрел. Подумал, что... Кирка. Что нужно? Железо. А потом такой, а как? Если я не могу добывать его. И вот это вот все. Так, кирка. Вылазь. Погнали. Ну, слушай. За каждый удар по две почти. Ах ты. Ёлы-палы. Это хорошо. Это очень быстро. А, камни не бесконечные. Конечно. С чего бы им, друг, быть бесконечными? Естественно. Ну, давай добудем вот это. И железо тоже. Железная руда по два добывается. А, отлично. Так, какой смысл тогда в железной кирке? Если и это справляется, ну, на пять с плюсом. Реально. А еще у нас есть задание. Найдите вражеский лагерь и завладейте его флагом. Так у меня даже какого-то отряда нет. Я один не пойду. Мне одному страшно. Уж извините. Я один не справлюсь. Это вообще. Мне даже топором махать. Киркой. С киркой идти на вражеский отряд. Но это самоубийство. Так. Нам нужен плавильный цех. Недостаточно чего? Картошки, разумеется. Конечно, у нас нет картошки. Картошка всему голова, друзья. Не хлеб даже, а именно картошка. Хотя многие считают картошку буквально растительным хлебом. То есть она имеет много углеводов, все такое. Довольно сытная. С картошкой можно все, что хочешь есть. Ее добавлять можно куда хочешь. И в суп тебе, пожалуйста. И в кашу. Нормально. И в десерт даже можно. Можно же? Ведь можно? Каша из картошки. Это пюре получается. Так, ладно. Опа. Вот эта постройка массивная. А как ее установить-то? И куда? Подожжи. А куда ж мне ее поставить-то как? А как мне это? Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Вот так. Вот так. Вот это ничего себе. Ну, более или менее ровно поставили. Отлично. Так, плавка. Можно сюда закидывать, например, я думаю, железную руду. Сюда? Куда? Топливо. Хранилище. Так, конвертировать. В качестве топлива можно использовать уголь. Я, по-моему, где-то видел угольную шахту. Сейчас сбегаем, добудем маленько угля, закинем его в топку. Там как раз чувак подойдет и попробуем переплавить железо. Надеюсь, оно автоматически будет плавиться. Он не пришел почему-то. Мистер плавильщик, где ты будешь, дорогой мой друг? Во, появился. Отлично. Так, топливо, уголь. Вот он, уголь. Почему-то он выглядит странновато. Ну, конвертировать. Зажитесь. А, все? Пошел процесс. Майнер добавлен. Кто? А, это ты и есть. Так иди, добывай ресурсы, а не просто маши своей штукой. Можно, знаешь, что делать? Расколоть. Положить в хранилище. Оттуда оно браться не будет, да? Вот у нас есть уголь, есть железо. Пускай плавится пока. А мы построим арсенал. Арсенал. Что для этого требуется? Оружейная палата. Но это, по сути, и есть арсенал. Оружейная палата. Опять картофель. Да вы издеваетесь. Опять картофель нужен. Ну, древесина и картофель. Да елы-палы. Так, за древесиной далеко не побегу. Вот. Нет, я правда не понимаю. Картошка для фундамента нужна, что ли? Ну, выкапываешь, да, котлован. Кидаешь туда картошку, ставишь свои. И пошел строить. Так они это представляют себе, или как? Почему, друзья? Давайте пишите свои догадки тоже в комменты. Потому что надо думать. Будем вместе пытаться понять, почему так. Я один не могу. Я не справляюсь. Моих интеллектуальных и когнитивных способностей явно недостаточно здесь. Не вывожу я. Не вывожу. Вовчик, мне кажется, в последнее время вообще ничего не хочет делать. Володя, ну ты в самом деле, тебя выгнать из деревни или что? Вова, где картошка? Я не вижу картошки. Я понимаю, что да, все хорошо, понятно. Картошка где? Веревка. Мне нужен картофельный завод. Древесина, растительное волокно. Давай. Два картофельных завода, друзья. У нас будет пять фермеров картофельных. Пять. Картофельный завод. Ялы-палы. Давайте его поставим где-то тут. Раз. И нам теперь потребуется, конечно, хижина, где картофельные заводчане будут жить. И где картофельные заводчане будут жить. Картофельный завод. Даже вот в 16 веке люди уже ходили на завод. На картофельный, правда. Давай, место. Блин, ну забавно. Так. Поплотнее, поплотнее. Места мало у нас. Надо плотнее ставить дома. Так, вызываем команду. И... Отправляем работать на завод. Еще один дом. Место. Да, дай пройду. Вот так. Вызываем. И... Па-па-па-пам, парам-пам-пам. Место. Еще одно картофельное место. Ну, если сейчас будет мало картошки, то я уж не знаю тогда. О, Вова вырастил. Ничего себе, Вова. Ты еще на что-то годишься. Ну, ты даешь. Все-таки еще есть у него порох в пороховницах, да, в его? В ованских. Потому что, ну, это вообще... И посмотрите, друзья, как разрослась наша деревня. Работа кипит. Картошка выращивается. Вовчик бездельничает, как обычно. Ну, а мы можем уже построить арсенал. Так, арсенал. Оружейная палата, она же. Чего не хватает? Железные слитки и картофель. Так, картофель соберем. Железные слитки уже тоже должны были переплавиться. Давай, дружище, показывай, чего ты тут сделал. Отлично. Топливо еще осталось. Но оно не тратится. Если я ничего не переплавляю, оно не тратится. Очень удобно. Еще одна очень полезная, удобная вещь. А то обычно, знаете, ты зажег печку в игре, и даже если ресурсы уже все приготовились, там, еда какая-то или переплавка завершилась, то топливо продолжает заканчиваться. Это вроде как реалистично, но это... Зачем это? Это как спал с ломающимися... О, вот они, сваи, да? Это как с ломающимися, друзья, инструментами. Это просто жесть. Постоянно бесит. Так, во... А, они отличаются. Ёлы-палы, я думал, то же самое. Ядра гигантские, поглядите. Кровать. Ну, супер. Ну, вообще. Так, что тут можно крафтить? Абордажные сабли. Ух ты, как это дорого. Ржавый топор. Ну, я бы легендарку сделал. Хрустальный череп. Абордажная сабля плюс три. Короче, сперва нужно сделать вот эту. И постепенно их улучшать. Понятно. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Вовчик. И... Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам. И берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok